А почему именно дети? А потому что, отвечают члены японской делегации, потому что все, что вы делаете руками, очень плохо. Всем привет, юные друзья. С вами говорит старец Артемий. Да, старец Артемий. Вспомню свою советскую юность. Тогда одним из популярных лозунгов был такой лозунг. Советское тире значит отличное. И восклицательный знак. Что означал лозунг советское значит отличное? К чему он призывал? Он призывал советских людей к тому, чтобы они не зарились на всякое заграничное западное барахло. Всякие там эти Мерседесы, Фольксвагены, Сони, Панасоники и прочую вот всю эту фигню. Потому что это все на самом деле сомнительное. А вот отличное, качественное, прекрасное – это наше советское. На ту же тему и уже неофициальным образом в Советском Союзе ходил еще такой анекдот. Приехала в СССР японская делегация. Почему японская, не знаю. Может быть, потому что именно в то время, в 70-е годы, у нас была невероятно популярна в Советском Союзе и продавалась там из-под полы на черном рынке в магазинах «Березка» японская техника. Всякие там эти японские телевизоры, там Акаи, Панасоники и прочее, и прочее. В общем, не знаю. Но фигурировала всегда именно японская делегация. Которая приехала в СССР, ознакомилась, значит, с нашинской жизнью, в том числе и с нашей всякой промышленной продукцией. Ну и на вылете в аэропорту Шереметьево спрашивает советский корреспондент членов японской делегации. А что вам больше всего понравилось у нас в Советском Союзе? И тут члены японской делегации ему отвечают все хором. «Нам больше всего понравились дети». Советский корреспондент спрашивает. «А почему именно дети?» «А потому что», – отвечают члены японской делегации, – «потому что все, что вы делаете руками, очень плохо». Значит, почему я вспомнил советское, значит, отличное и японскую делегацию? Вспомнил я в связи с недавними историями, которые приключились с одной стороны с вакциной «Спутник Ви», с другой стороны с ракетами «Искандер». И то, и другое «Made in Russia». Ну, вакцины – это вообще сейчас, конечно, история такая очень громкая. С одной стороны, очень сложная и деликатная. С другой стороны, то есть, если поначалу вся эта вакцинная история, она крутилась в основном в области медицинской, фармацевтической, ну, в крайнем случае, какой-то экономическо-промышленной, поскольку конкуренция между разными производителями, то не так давно она перешла в сферу политическую и идеологическую. Тут за стрельщиками выступила Российская Федерация, которая создала усилиями Института Гомолей, ну, и некоторых других разработчиков, эти самые вакцины, в частности, «Спутник Ви», и тут же поспешила их зафиксировать, зарегистрировать, сертифицировать, как первую, первую вакцину, мы первые в мире, значит, создали вакцину от коронавируса. Ну, и назвали ее соответствующим символическим образом «Спутник». Но если к «Спутнику», который был выведен на орбиту в 1957 году никаких вопросов не было, тут приоритет СССР был абсолютно несомненным, то с вакциной «Спутник», конечно же, сомнения возникли. Возникли по той простой причине, что запустили эту самую вакцину на орбиту, не закончив все необходимые процедуры, не проведя все необходимые испытания и так далее. Главное, главное тут было быть первыми, опередить, значит, американских империалистов, немецких реваншистов, ну, и всех прочих, и англичанку подлую, разумеется, тоже. Но вакцина, судя по всему, на самом деле получилась неплохая, и стали ее использовать и не только в Российской Федерации, но и в других странах. Ну, насколько быстро проходит вакцинация, это не моего ума дело, насколько мне известно, хотя Россия одной из первых стран эту вакцинацию начала, но проходит она там очень медленно, если в каких-то странах укололи уже там 10, 20, 30, где-то даже больше 60% населения в Израиле, например, то в России до сих пор этот показатель колеблется где-то в районе 4-5% всего-навсего. Но это не тема нашего разговора, а тема его скорее в том, что российскую вакцину стали так довольно активно противопоставлять всяким прочим вакцинам. И тут же начались какие-то эксцессы, истории и скандальчики. Вот совсем недавно сразу несколько их произошло, причем все три с главами государств. То есть эту эпопею можно было бы назвать «Приключение президентов в мире вакцин». Сначала стало известно, что президент Аргентины по имени Альфредо Фернандес, который еще в январе кольнулся вакциной «Спутник», чем, естественно, способствовал ее популярности, особенно в Латинской Америке. Так вот, президент Аргентины, тем не менее, заразился коронавирусом. То есть вакцина не подействовала. Затем настала очередь президента Сербии Александра Бучича. Ну, Сербия, вы знаете, это страна как бы такая раздираемая в разные стороны, находящаяся между молотом и наковальней. И, с одной стороны, по прагматическим соображениям Сербии очень хочется в Евросоюз, в Европу. С другой стороны, по соображениям, ну, отчасти политическим, там, признание и не признание Косово, отчасти каким-то сентиментальным, типа, славянской солидарности. Ну, в общем-то, ее тянет и в сторону России тоже. Опять же, православие там и так далее. В общем, короче говоря, президент Сербии долго мучился, чем бы ему кольнуться европейско-американским, каким-то, Пфайзером, вот, или русским спутником. В конце концов, решил, да не доставайся ты никому. И кольнулся китайской вакциной. Тоже, в общем-то, событие вызвало много разговоров и произвело определенную сенсацию. Потому что, конечно же, китайские вакцины, они вообще мало кому известны. Эффективностью даже, по словам китайцев, обладают невысокой. И, конечно, только невероятное политическое отчаяние и тупиковость смогли заставить президента Сербии уколоться китайским средством. Ну, и самая интересная история, конечно, с президентом Путиным, президентом Российской Федерации. Было объявлено, что Владимир Владимирович Путин укололся. То есть, провел эту самую вакцинацию. Что укололся он вакциной российского производства. Но какой секрет? И вот это, конечно, история очень и очень странная. То есть, сами понимаете, что если бы Владимир Путин укололся вакциной «Спутник», это было бы, с одной стороны, понятно, с другой стороны, оправданно. Это было бы, ну, какой-никакой, но все-таки рекламой для вакцины «Спутник», по крайней мере, среди русской диаспоры или там внутри России. Россияне относятся к вакцинации довольно скептически. А тут, если Путин, значит, взял и укололся «Спутником», значит, и нам тоже, наверное, можно. Но он этого не сделал. Его собственный аргумент по поводу того, почему его вакцинирование оказалось настолько засекреченным, аргумент более чем странный. Он сказал так с какой-то такой кривой, виноватой улыбочкой, «А зачем обезьянничать-то?» То есть имелось в виду то, что всякие там эти Байдены, Меркели, Макроны, что они все укололись публично, это все показывалось по телевизору, все было максимально прозрачно. То есть из этого было сделано какое-то такое вполне открытое, прозрачное медиа-событие, которое, естественно, каким-то образом продвигало саму идею вакцинации, что при нынешнем этом самом ковид-диссидентстве, естественно, очень и очень правильно и полезно. Почему, если люди делают что-то очевидно правильное и полезное, почему повторить это значит обезьянничать? Непонятно и нелогично. У меня имеются, наверное, три варианта, три сценария того, что на самом деле произошло с президентом Путиным и загадочной вакциной. Вариант первый, что президент Путин в силу каких-то причин, скажем, природной трусости или каких-то предрассудков или чего-то еще, вообще не вакцинировался. Но поскольку это как бы очень не комильфо, глава государства и не вакцинируется, он что, ковид-диссидент, что ли? Ну, было решено, что мы скажем, что он вакцинировался. А на самом деле он не вакцинировался. Вариант второй, на мой взгляд, наиболее вероятный, что президент Путин вакцинировался. Но вакцинировался, скажем, Пфайзером или модерной, то есть каким-то западным средством. Естественно, сказать об этом во всеуслышание было никак нельзя, потому что, ну, сами понимаете, катастрофически это было бы не политкорректно. Имеются все наши прекрасные, замечательные, лучшие в мире российские вакцины, а президент России, вместо того, чтобы ее использовать себе на радость, взял и кольнул себе какую-то заграничную гадость. Нет, естественно, так нельзя. Ну и сценарий номер три, не исключенный, то, что на самом деле никакого вранья не было, что Путин действительно кольнулся и действительно кольнулся чем-то российским, но при этом это был не спутник. Это был не спутник, не какие-нибудь такие попсовые, вот эти сомнительные вакцины, а кольнулся чем-то очень специальным, разработанным специально для высочайшего начальства в секретных лабораториях его величества и так далее. Ну, то есть, эта история на самом деле старая. Еще в советское время членов политбюро СССР, КПСС, тоже постоянно лечили всякими засекреченными лекарствами, которые специально для них разрабатывались, приводили к ним каких-то специальных специалистов, знахарей и так далее. Ну, как мы знаем, это им не сильно повезло в плане здоровья и долгожительства, но тем не менее. Мы заботимся о вас, мы думаем о вас, мы думаем о том, чтобы если вдруг злые силы, а злые силы, в общем-то, не дремлют, так вот, если эти злые силы вдруг отключат интернет, у вас останется телеграм-канал АРУ-ТВ. Раньше не было у нас такого чуда, как телеграм-канал, но мы решили воспользоваться опытом знаменитых телеграм-каналов из Беларуси, например, НЕХТА и так далее, которые, можно сказать, всю страну подняли на дыбы, и решили мы завести свой собственный телеграм-канал. Там будут все наши сюжеты, там будут актуальные оповещения о том, что происходит, какие новинки и прочее, прочее. Более того, там будет даже какой-то так называемый уникальный контент, которого вы на обычном АРУ-ТВ не увидите. Для того, чтобы оттовариться всей этой прорвой всего хорошего и интересного, вам нужно просто-напросто взять и подписаться на телеграм-канал. Как это делается, вы узнаете из описания, прямо под этим самым роликом. Буду очень рад. Дед Артем, АРУ-ТВ, про хижину тоже не забывайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.